С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Ненецкий округ точно узнает, сколько у него коренных народов. В нашей стране будет создан реестр КМНС. Поправки сегодня разрабатывает Федеральное агентство по делам национальностей. Документ позволит регионам вести полный учет коренных малочисленных народов для полного понимания их потребностей и нужд, сохранения культурных особенностей и специфики. Об этом и не только шла речь на семинаре-тренинге, который проходит в эти дни в Наринмаре под эгидой Всемирного фонда дикой природы. Второй день образовательного семинара посвящен законодательным гарантиям коренных малочисленных народов на ведение традиционного образа жизни и исконной среды обитания. Во времена Советского Союза каждый гражданин определял для себя национальность при получении паспорта в 16 лет. В большинстве случаев ее выбирали по отцу. В 90-е годы такая графа из документов исчезла. Сегодня в российском паспорте нет сведений о национальной принадлежности. Так же, как и нет точных данных о количестве малых народов, проживающих на территории России и их представителях. Согласно последней переписи 2010 года, это более 240 тысяч человек. Инициаторы появления реестра коренных малочисленных народов не исключают. С появлением порядка отнесения к той или иной национальности это число увеличится. А предложенные поправки в федеральный закон позитивно отразятся на жизни, быте и будущем КМНС, отмечает тренер семинара, разработчик законопроектов в области защиты прав КМНС Юлия Якель. С одной стороны, это сразу облегчит жизнь тех коренных малочисленных народов, которые не могут воспользоваться своими правами в силу того, что не могут подтвердить свою национальность. Для кого-то процедура слишком сложна, для кого-то дорога, для кого-то... Ну, просто есть причины, по которым они не могут именно свою национальность подтвердить в суде или еще каким-то иным способом. То есть, вот этот реестр, он, в общем-то, призван решить этот вопрос. То есть, внести туда людей, которые обладают этим правом на пользование особыми льготами и преференциями коренных малочисленных народов. По словам вице-президента Ассоциации ЕСАВЭ Альберта Ардеева, для ненцев, проживающих в нашем регионе, нет особых проблем с подтверждением своей национальной принадлежности, тем более с предоставлением льгот и преференций малым народам. Однако, реестр КМНС считает важным документом, который лишний раз будет гарантировать поддержку представителям КМНС. В той же охоте, той же рыбодобыче, потому что сейчас вот без ограничения можно для собственного потребления ту же рыбу добывать. Писал, пошел, это любительское рыболовство, и также и на охоту. И при оформлении, например, по возмещению затрат на, ты заплатил на разрешение на ношение нестрельного, ты потом забираешь вот такие документы, подаешь соцзащиту, и тебе его возмещают. Точно так же на выдачу прав на управление снегоходной техникой. По мнению президента Ассоциации ЕСАВЭ Юрия Хатанзейского, создание реестра – это срочная мера. Помощь для оленеводов, охотников, рыбаков, всех тех, кто занят в традиционных отраслях хозяйствования. Коренные народы обязаны сохранять основы своего самобытного образа жизни, а для этого нужно иметь всеобъемлющие учеты их потребностей и нужд. На самом деле здесь есть разумность в том, чтобы все-таки отнести туда людей, в этот реестр, людей, которые имеют традиционный образ жизни. Потому что это их доход, это их жизнь, это их образ жизни. И наша задача все-таки, наверное, сохранить этих людей, чтобы у них был доступ к биоресурсам, чтобы они могли грамотно подойти к добыче, в том числе и с научной точки зрения, чтобы не было добычи, не без учета состояния окружающей среды, чтобы не улавливать хищнически, а чтобы все грамотно было. По словам депутата Госдумы, президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григория Литкова, сегодня нет полного представления не только о количестве малых народов, но и о том, кто и в каком объеме осуществляет традиционные виды хозяйственной деятельности. Реестр КМНС устранит этот пробел и облегчит доступ к реализации гарантированных прав малых народов.